Сегодня нашим корреспондентам удалось побывать в штабе ВМС и в украинских военных частях Севастополя. Там очень непростая обстановка, все подробности далее. Севастополь, 8 утра, люди с российскими флагами у штаба военно-морских сил. А по ту сторону ограждения в эти же минуты, возможно, самый судьбоносный разговор в истории украинских ВМС. Собрались все офицеры, новоназначенный командующий Сергей Гайдук сразу расставляет акценты. Капитан третьего ранга Березовский, звильненный, зла в Збройных сил Украины. Рядом с Гайдуком его предшественник и вчерашний боевой товарищ, отстраненный от должности командующего ВМС Денис Березовский. Хочу поговорить без прессы, без всяких видеосъемок. Видео со встречи, которую никто не должен был видеть, нам передал один из военнослужащих. Березовский пытается склонить личный состав на свою сторону. На сегодняшний час вопрос о флоте Автономной Республики Крым в том же складе военнослужащих сил, остается с такой же назвой, с таким же точным складом, с обеспечением, подвищенным, которое гарантуется зарплата на уровне Чернобырского флота Российской Федерации. И это вы можете почувствовать прямо на сегодняшний день, тех, кто выявляет божание. Березовский сулит сладкую жизнь и дает время подумать. Поэтому, товарищ офицер, я предлагаю всем разлетись, принять решение. И я готов с каждым спопротивляться. Сколько у нас времени, товарищи? Сколько вы скажете сейчас? Они подумали и ответили Березовскому украинским гимнам. «Украины ни слава, ни воля, Ще на братья украинцы усмехнется доля». На сторону Березовского не перешел ни один военный. Не сумев взять верх по-хорошему, Березовский вместе с группой казаков, прибывших с Кубани, пытался взять верх силой. Они выломали двери в командный пункт, но дальше украинские военные не пустили нападавших и выдворили за пределы военного городка. 11 утра. У входа в штаб собралось еще больше народу. Скандируют «Севастополь – это Россия» и рвут украинские паспорта. «Он порвал украинский паспорт». Между толпой и входом в штаб военные без опознавательных знаков. Свои действия не комментируют, но констатируют. «Ситуация, сами видите, сложная». Фактически штаб заблокирован, но нам все же удалось попасть внутрь. «Чего они требуют под воротами?» «Российские автоматчики ставят и блокируют периодически КП. И поэтому я за вас переживаю, что вас заблокируют и не пущут». «Ну а они как бы психологическое давление пытаются оказывать?» «Да, психологическое. Физическое тоже не пропускали на работу офицеров». Все на позициях, но обороняться особо нечем. Ведь перед тем, как перейти на сторону крымских властей, бывший командующий ВМС Березовский отдал приказ вывести все оружие. Украинские военные оказались практически с голыми руками. Их здесь человек 300. «Вси командиры частин на своих боевых постах, особый склад військовых частин, боевый дух достаточно высокий, система керована, поэтому мы готовы к выполнению конституционного долга и выполнению поставленных партнер-мазадов». Мы едем дальше по Севастополю и видим, российские военные перекрыли некоторые улицы на дорогах машины спецназначения Черноморского флота. «Еще одна напряженная ситуация сегодня возникла в Стрелецкой бухте. Здесь базируются украинские военные корабли. Вот там мы видим ракетный корвет Приднепровье, сразу за ним подводная лодка «Запорожье» и за ней корабль управления «Донбасс» Ю-500. А вот там дальше, на выходе из бухты, как видите, два буксировочных катера, и они встали так на якорь, чтобы не позволить никому выйти из бухты». Перекрытый подъезд кораблям с берега, но украинские моряки обещают стоять до конца. «Весь особенный склад находится в межах военной части. Весь особенный склад готовый и впевненно заявил про это выполнить свой концентрационный оборудок по защиту народа Украины». «Сейчас одна из самых напряженных ситуаций возле этой воинской части. Она спецназначение, ее наименование скрыто. Ну, скажем так, это разведчики. Ситуация усложняется тем, что совсем рядом находится российская воинская часть. И вот граница между ними практически стерта. Мы видим, что вот возле КПП сейчас подогнали два краза, но наши военнослужащие держат оборону. Мы видим, что над частью развивается украинский флаг». Российские коллеги дали им времени до обеда. «А что они говорят, ну, как условия? То есть, если вы не выполняете, то что? Вот звучит или нет?» «Ну, нет. Условия – сдать оружие. «Сдать оружие?» «Разоружить, да. Они выводят оружие, а потом принимают, значит, решение. А переподчинение они требуют?» «Переподчинение, ну, кто желает. Увольняются. Кто желает, подписывают присягу вооруженных силой Крыма». Некоторые военные признаются, что до сих пор не верят в происходящее. «Хуже всего, как-то называют, типа, как бандераский шваль, и вот у меня коренного севастопольца, рожденного здесь». «Чтобы было понятно, насколько ситуация напряженная, вот посмотрите, вот эта вот украинская воинская часть. Вот 50 метров, и видим ров. А за этим рвом люди в форме российской армии засели с пулеметами. И эти пулеметы направлены в украинских военнослужащих. Мы сейчас попробуем пообщаться с этими ребятами. Может быть, они не настолько агрессивно настроены, как нам, возможно, показалось. Здравствуйте! Мы могли бы узнать, ребята, кто вы и для чего вы здесь находитесь? Что? Ребята, я безоружный, я журналист». Связь обрезана, запасы провианта на исходе. Севастопольцы помогают, чем могут. К воротам украинской базы постоянно кто-то подъезжает. Вот мать одного из военнослужащих. «Несколько дней уже не сплю и переживаю. У меня сын на службе до конца». А эта женщина просто привезла сигарет. «Будьте здоровы, еще привезем». Этот мужчина привез целый фургон песка. Мешки переносят в часть и делают из них укрепления. Здесь все хотят мира, но готовы к войне. Роман Бачкала, Василий Миновщиков. Подробности телеканал «Интер» из Крыма. Ну и я напомню, что 2 марта в СМИ было распространено видео, на котором предыдущий командующий ВМС Украины контр-адмирал Денис Березовский присягает на верность жителям автономной республики Крыма, города Севастополя, а также правительству Крыма во главе с Сергеем Аксеновым. Это правительство центральная власть признала нелегитимным. Как сообщила замсекретаря СНБО Виктория Сюмар, Березовский в это время уже был отстранен от исполнения обязанностей командующего с формулировкой за неспособность управлять войсками в экстремальных условиях. Таким образом, Денис Березовский, которого исполняющий обязанности президента Александр Турчинов 1 марта назначил главкомом ВМС, пробыл на этой должности всего один день. Сейчас в отношении него Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по статье «Государственная измена».